О, ребят, ну что, погнали разбирать раздел аудирования ЕГЭ, начнем с первого задания. Итак, посмотрим, как выглядит само задание раздела аудирования. Кстати, в письменной части экзамена мы начинаем именно с этого задания, и здесь у нас нет особого выбора, каждый ученик будет это делать. И начнется экзамен, письменная его часть, ЕГЭ по английскому языку, именно с аудирования 1. Из чего состоит это задание? Здесь от нас требуется вот что. Установить соответствие между высказаниями, они даны в самом задании, их всего 7, и высказываниями, то есть монологами спикеров, которые мы будем воспринимать на слух. Их всего 6, то есть мы понимаем, что одно из этих высказываний лишнее. Казалось бы, все понятно. Устанавливаем соответствие между высказываниями в письменном виде, вот предложение, например, I was lucky to get the job, и тем, что говорят спикеры. Задание базового уровня сложности соответствует уровню А2. Отлично. Но здесь есть несколько шагов, которые нам нужно с вами сделать, чтобы не допустить ни одной ошибки в этом задании, потому что напомню, что начиная с 2023 года, изменили разболовку, а точнее формат перевода баллов из первичных во вторичные, именно у простых заданий, то есть усложнили нам с вами жизнь. Но мы не поддадимся, мы знаем, что делать. Итак, что нужно сделать, чтобы не допустить ни одной ошибки в этом задании? Пройдемся по шагам. Шаг номер один. Predicting keywords. Что бы это значило? Это когда мы с вами читаем высказывания, те, которые даны у вас в КИМе, контрольно-измерительный материал, это та бумага, которую вы получаете, в общем-то, с заданиями. Это будет у вас на экзамене. То есть, собственно, эти предложения вам нужно прочитать. И первый шаг – это уловить ключевые слова. Давайте разберем пример. My favorite room. Например, у вас вот такое высказывание. My favorite room at home is definitely my bedroom. Моя любимая комната в доме, конечно же, спальня. То есть, мы с вами, да, предполагаем, о чем будет говорить спикер, какие ключевые слова. Я бы сказала, что это любимая комната, favorite, и, очевидно, bedroom. Да? Так нужно проделать с каждым высказыванием. Это приблизит нас на шаг к максимальным баллам за это задание. Следующий шаг, который мы выполняем – это синонимы. То, чем мы будем с вами заниматься на годовом курсе, по максимуму учить лексику и учить синонимы. Далее мы предполагаем, а какие синонимы мы можем встретить. Да? В слову favorite, например. Любимый, там, не знаю, beloved, bedroom, да? Он может сказать, ну, просто комната, где стоит, там, не знаю, моя кровать, где я обычно ночую, как вариант. То есть, спикер никогда не будет, так сказать, говорить нам, все сразу выкладывать. Да? The speaker will not say the statements written on the page. То есть, то, что мы с вами видим в задании, мы вовсе не услышим в аудировании. Это нужно понимать, мы услышим синонимы. However, they will say the same ideas. Но идеи будут одними и теми же, да? Выраженными другим способом, в том числе с помощью синонимов. A key skill is to listen for ideas and information that mean the same thing as the sentence. То есть, мы должны с вами научиться в течение курса годового именно улавливать вот эти синонимы. Здесь нам нужен литический запас. Следующий шаг, который приблизит нас к безошибочному выполнению этого задания, это умение услышать основную идею. Getting the main idea. Or listening for just. Другими словами, это когда мы вычленяем основную идею из прослушного. Не стоит этого бояться, каждый из вас абсолютно справится, да? Рекомендую вам выполнить практическое задание на эту тему. You don't need to understand every word you hear to get a general idea of what the speaker is saying. И здесь, да? Мы должны понимать, что не обязательно понимать все досконально. Мы должны научиться основную идею вычленять. Если мы говорим о первом задании устной части, то спикер, по сути, говорит про одно и то же разными словами. И завершающий шаг к безошибочному решению этого задания – это details. И это самое такое трудоемкое – понимать все в деталях. И здесь нам нужен также словарный запас, синонимы, и в том числе это понимание основной идеи. Этому нужно научиться, что мы сделаем с вами на годовом курсе. Это все. Теперь вас ожидает практика. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!